Мой зритель рассказал интересный факт про Леннона в предыдущих частях, оказывается, он тоже не прогрессировал, то есть ничему не учился. Но в предыдущих частях не было тому никаких объяснений, а здесь у него как бы черта показана, что типа он такой старый консерватор и ничему не хочет новому учиться. Вот в этом секторе К-11, вот здесь вот в этом рюкзаке нашел два боевых стимулятора. Но на самом деле вот то, что я нахожу, это все шансово, вообще не факт совершенно, что у вас будет то же самое там. Причем разработчики интересно сделали, типа загрузка, отгрузка, сохранение не помогают, то есть вот этот лут, он распределен там где-то, ну возможно при создании, я не знаю, игры или там в какой-то из дней, но в общем отгрузка не помогает вообще. Че, идем захватывать шахту и знаете че, наверное вот здесь, просто она не показана, тут сказано в подземной секторе есть, и видите тут гора, но по логике тоже там должна быть какая-то шахта. Блин, армейский отряд, тут 11 человек. Так, Old Diamond. Ох ты, че это тут такое? В принципе логично, конечно. Нам есть халтура, чтобы не скучать. Че-то сектор, да, такой приличный, большой, и здесь, и здесь, и вверх, и вниз. Офигеть, я думал, все, он меня спалит, прикиньте, ааа, тут туман, с ушей, вот это вот круто, если так, ну-ка я его сниму, попробую снять его. Я думал, все еще. Ифигеть, у него башка. Так, ловкость плюс один. Все? Блин, хоть когда-то повезло, хоть когда-то туман. Вот туман, круто. Интересно, получится ли как-то спец... А, не получится, конечно, да. Там не угадаешь, че будет, когда ты... Подожди, время засечь. Может, он в определенное время в 13-16. Хотя тут значок солнечное. Может, это просто особенность мельсности, типа тут пыльный и все такое. Либо мой наемник настолько преисполнился, но нет, мне кажется, тут прям туман явно. Никто не думал, что этих наемников из АИМ будет так много. Говорят, их там была целая рота, человек 100, еще и с авиацией. Но, но, сотни две, не меньше. Теперь понятно, как они атакуют сразу несколько секторов. Не бы было до такого. Блин, как же хорошо, что они расходятся. Ну-ка. Вот тут факторы должны писаться, типа, спокойствие, незначительное, попытаемся бронировать, тихо-убийство, без следа, голова, для которой он уже, так, ничего нету. Куда полез, падла? Лежать. Ох ты, как красиво он, да? Упал с лесенки. Ну, в этом секторе везет пока, что в стейлсе работают эти убийства. Обычно такого нету. То есть, обычно они так кучкуются. Ну, здесь прям, прям вообще сейчас пока что, тьфу-тьфу-тьфу, легкотня. Обычно это невозможно так играть. Ну, то есть, так играть можно было в начале игры, там простые были враги. Вот, в первом острове и, наверное, вот в первом городе еще. Ну, сейчас посмотрим. Иногда тут бывает так, что ты нескольких можешь убить довольно легко, а остальные уже там стоят прям professionals. Ну, они тут поодиночке стоят пока что. Слушай, мне нравится. Так, вот здесь уже двое стоят. Все, сюда надо еще кого-то, мне, наверное, подзывать. Хотя, ну, сейчас попробую. Нет, ну, тут заподозрит сто пудового. Нет, не заподозрил. Что происходит? Слушай, а может быть сложность... Так. Это воспалили? Я уже на половину сектора вынес. Так, еще один, слушай, мне даже... Ой, вот сейчас спалили. Да, да, спалили. Так, вот здесь, в общем, стоит пачка, минимум четыре человека. Так что, да, тут уже придется... Придется посерьезнее к вопросу подойти. Так, снял в тиху еще одного патрульного. Ну, у него долгий маршрут был, и он решил так вот все обходить. Теперь, кстати, благодаря этому, возможно, получится этого придурка снять. Но он, по-моему, бронированный, кстати. Да, тяжелый шлем. Наверное, его с одной пули... Да. А вот мы сейчас, кстати, и попробуем. Сейчас попробуем, знаете, еще попробуем ему в лицо выстрелить. О, здесь еще падла. О, вот здесь вот можно эту тревогу поднимать. Ну-ка, а если я его тоже не сниму? Так, снял отсюда вот этого, который от этого запаливает. Уже больше половины я перемочил всех. Это не точно, но мне кажется, что здесь сзади в шлем наносится меньше урона, чем спереди в лицо в этот же шлем, если стрелять. Но это не точно, это... Я просто один-два раза это тестировал, и показалось, что это прямо именно так работает. Ну, тут тоже совсем в лицо, конечно. О, слушайте, я, короче, знаете, как его снял, вот этого тяжелобронированного? Да, я подкрался, у него там все было написано в броне, типа, в тяжелой, даже башка, но впритык, то есть впритык прямо 68 урона, и все, ланшотнул. Так, я думаю, что это последние придурки. Я сразу одного снесу, а других на контроль взял. А, мы можем даже... Чё-то мало урона. Я, конечно, понимаю, что он на возвышенности. Да ну, из-за тумана прям дебафы. Вообще, два урона, вы чё? Ну, вот хоть так. Всё, сектор зачищен. Не буду... Не люблю бросать халтуру не готовой, буду плохо спать. Отлично. 1650 в день. Вы издеваетесь? Еще меньше, чем было показано до этого, там, 2000 с лишним. Ну, может, город освобожу побольше накинут. Нифига себе, тут в контейнеры 150 запчастей, представляете? За всю игру столько ни разу не падало. Нифига себе, у них тут кресты с этими, с повешенными на кресты, касками шахтерскими. Как в Fallout тут нельзя? Эти могилы не подсветятся, нет? Так, а это чё за тип? Я думаю, президент уже давно нет живых. Ещё нашёл вот эти сумки с францами и прочее. Наверное, их потом можно будет на деньги, надеюсь, где-то обменять. Или что-то типа того, потому что у меня их много скопилось, а сейчас ничего с ними сделать нельзя. Там ещё описание не совсем понятное, типа это подделка, поддельная валюта или чё. А, вот какой-то. Рад познакомиться с директором Фурнье. Конечно, как скажете. К вашим услугам. Как поживают наши добрые инвесторы из Адониса? Так я уже не с Адонисом. Можете рассчитывать на мою полную поддержку. Всё, больше ничего не будет. Вы прошли проверку. Эй, это халуп подстоять прямо на золотой жиле, правда, точнее, алмазной. Так, вы прошли проверку на механику. На то, чтобы разобраться в этих отчетах, потребовалось немало терпения, но результат того стоило. Под этим зданием явно расположено до сих пор нетронутое месторождение алмазов. Виктория... Так, и что? И что это? Операция геолога-разведка может увеличить доход от прииска. Как мне это сделать? Я как-то раз докопался до впадины, это была могила. Какая ещё могила? Боевики, что ли, кого-то закопали? Нет, нет. Настоящая могила, гробница, скелет, все дела. Вот оно как. Нашёл что-то ценное? Нон, Костя, таблички какие-то из глины. В общем, фигня с надписями. Так они денег стоят? Или нет? У меня такие же есть на продажу. Не повезло, может они вообще проклятые были? Я бы на твоём месте грохнул их, идиору. И не дышал бы там. За дурака меня принимаешь? Я так и сделал. Может мне нужно с этим поговорить? Хорошо, что нам удалось избежать эскалации. Когда нас захватил легион, несколько избитых рабочих, один труп и всё. А, ну один труп, тогда всё. Тогда можно особо не париться, всего лишь одна жизнь. Можете рассчитывать на полную поддержку. Так, как мне сделать-то операцию? А, блин. Операции. Так, отправить наёмников для координации работ на прииске. Так, сейчас посмотрим. Пусть Ларе будет. Тут что надо? Лидерство. Блин, пять дней нет. Я думал просто это. Ладно, придётся вот этих. Пятнадцать часов. Нифига себе, как долго тут ополчение готовить. Один. А, ещё и дорого, кстати. Две тысячи. Ну чё, делаем ставки. Насколько это запустят. Так, я закончил операцию, кажется, две тысячи шестьдесят два. На пятихатку примерно, что ли? Материалов у меня огромное количество, так что я их тоже буду тут продавать. Они там с деньгами вообще. Так, волк, он четырнадцать дней продлю. Ах ты, сука! Новые контракты, новые ставки. Сегодня лучше, чем вчера. Вот тебе и дешевле, блин. Продлевать на шестнадцать суток. Он взял, сука, цену задрал. Причём, как задрал. Скотина, ну ладно. Так, доход два шестьдесят два. Переходим в зачистку следующего сектора. Тут всего десять. И вроде это старые, не военные, а вот эти мудаки. Интересно, намного их легче будет замочить? Или они типа тоже апнулись? Этой команде нужно научиться боевым манёврам. У меня уже есть одна идея. Пора применить специальную антизомбинную тактику. Кайло-протрошительница. Звучит многообещающе. Мне бы хорошо каких-нибудь бесплатных наёмников. Я бы, может, кого-нибудь и заменил бы, кстати. Того же Лена или ещё кого-то. Просто потому что с деньгами я уже задолбался. Так, здесь вот эти придурки по двое ходят. Странный маршрут патрульных. Короче, они ходили вдвоём. Потом решили внезапно разделиться. Один пошёл сюда, другой сюда. То ли отлить, то ли ещё что-то. Ну, в общем, повезло. Так, одного убил здесь. А один, когда связал патинцы, вот здесь вот я его убил. Ещё один здесь вот стоял, тоже замочил. Вот Ларри молодец, учится. Наблюдает и учится. Блин, только качать ему особо нечего. Так что, ладно, возьму атаку во фланг. Клипки и стенки убили противника, прострелив препятствие на вылет. Достижение. В общем, здесь одного чпокнуло вот отсюда. Одного на крыше чпокнуло вот отсюда. Так, ну и чё это? Похоже, я уже почти весь сектор зачистил. Короче, предварительно вот этот вот город легче брать, чем большинство операций, которые были у меня до этого. Не знаю, почему, с чем это связано. Всё? Нет, наверное, ещё один остался. А, нет, всё, всё. Офигеть, да, я весь сектор зачистил в стелсе. Это впервые такое, почему-то легко сейчас. Идёт. Наверное, в город не посадили этих задротов. Хорошие войска отсюда не пригнали. Ну, блин, это на самом деле я рад, потому что такой гемор до этого был играть. Ну-ка, по доходу. 2,60 было, 2,137. Маловато, блин. Считай, сколько там прибавили. 70-80 всего лишь баксов за целый район. О, нашёл тут порох и самодельные бомбы. Кстати, самодельные бомбы, вроде как, если разбираешь, из них как раз пороха дают. А, из пороха можно крафтить патроны именно с нуля, а не апгрейдить, а крафтить. Ого, тут ещё порох и самодельные бомбы. И тут какие-то вооружённые старуха, винни, потрошительницы. Кто это? Местные группировки. Ого, тут магазин оружия, похоже, есть. Ничего себе, но мы сейчас... Э, блин, Лария, наркоман, чёртов, ты чё там ломаешь? Козёмную собственность. Видели, локтем, короче, взял, вышиб стекло, блин. Бабуля. Ну, у неё оружие будем, блин, закупать. Она теперь цены заломит. Кстати, вот в такие домики лучше заходить, там может быть чё-то. В данном случае там ничего. Типа за дверьми они не видят. Тут очень много персонажей каких-то. И очень много вооружённых. Смотри, смотри, несёт какую-то фигню. Вы её не шибите. Посуду там, походу. Так, сейчас момент истины будет. Смотрите, 9 мм обычный, 262. Я нашёл пистолет High Power. В нём тоже 9 мм обычный заряженный, 15 штук. 262 должно, значит, сюда прибавиться. Да, вот эти вот обычные. Должно, значит, стать 15 штук. Ну, короче, не 262. То есть, я хочу проверить при разборе патроны автоматически. Или надо их разрядить сначала. Так. Да, всё, можно не разряжать пушки. Прямо сразу разбирать. Патроны автоматически высовываются. Так, ну, начну сейчас по порядку со всеми разговаривать. Я ещё помню, как кофейные бобы увели. Как же Йента штука звалась. В общем, пришлось положить у всех. Как они там всё звали-то, я их память уже не к чёрту. У меня там чё-то обновилось. Когда я была в кофейных бобах, парни прям терялись. То ли переспать со мной, то ли в штаны со страху наложить. В доках когда-то орудовала знаменитая банда кофейной бобы. Наверное, можно, типа, историю собрать у разных. Стукнутая Ханна. Чё, громче говори. Растудыть. Шта? Шта? Громче говори. Тудыть, растудыть. Так, ещё старуха Винни. По стельке от старости сдохнуть. Йента для трусов. И вызовите себя бандой. Ха, вот кофейные бобы, вот Йента была банда. А вы так кучка наёмников. Я ещё не умерла. Малышка Вилла. Вот вам малышка. Я ещё помню, как кофейные бобы увели. Как же Йента штука звалась. В общем, пришлось положить у всех. Как они там звали-то их память уже не к чёрту. Она тоже с пистолетами, только заметила. В чём длинный какой-то ствол у неё там. Типа. Так, вот ещё кто-то. Хедшот Хью. Здорово, не видал вас тут раньше. На деньги играете? Спорим, да. Я Хедшот Хью. Можете звать меня Хедшотом или Хью. Только не Хеджопом. Не смешно ни хрена. Хеджоп. Хедшот Хью? Ага, чумовая история. Правда. Пуля угодила мне прямо в голову, но я выжил. Теперь у меня сквозная дырка прямо в мозгу. Жесть, да? Вы мне не верите? Давайте посмотрим на деньги. Не увижу, в жизни не поверю. 400 баксов. Ну, давай. Дайте угадаю. Наемники. Охотники за головами. Да. Когда-то и меня вела до рога приключения. Потом мне прострелили голову. Вот она, дырка. Насколько сюда? А теперь ваши денежки. Будьте так добры. Ну, а на десерт можем еще кости кинуть. Отыграйтесь, как пидать. Расскажи нам об охотниках за головами. Ну, мы были кем-то вроде вас, когда началась гражданская война. Страна прям заполыхала. Полицейские все воевать ушли, причем за кого попало. Вот простые люди и платили нам с дрыгом, чтобы мы охотились за преступниками, ворами, убийцами, насильниками, кем угодно. Есть разница между охотником за головами и наемником. Мы не просто отрабатываем заказ, мы выполняем задания. Конечно, конечно. Хотя по мне то же самое. Вот только подонки, на которых мы раньше охотились, теперь захватили всю долину. А охотников за головами больше нет. Мы с дрыгом последние. Но мы на покой ушли. Хотя кое-какая полезная информация у нас есть. А что с дрыгом не так? То же, что и со мной. Та же чертова пуля, что меня прошила, срикошетила и угодила и в его качан тоже. Вот только зацените. Он-то в каске был. Знатно, видать, отдалось. Потому что я-то говорю, как всегда говорила. Он теперь даун. Я это с любовью говорю. Он же напарник мой, кореш. Просто, если надо сказать ему, что он давно не отливал старые слова, все равно сподручь. И вообще, ну его нафиг. Жизнь это один сплошной прикол. Госпожа Удача обожает над людьми пошучивать. Вот и я, как она. Расскажи, что тебе известно. Не вопрос. У вас деньги, с меня известия. Планы Легиона. Сотку дать. Ну, сотку копейки. В смысле, не считая их плана отжать у вас доки. Операция Ночь Н. Насчет этого-то вы в курсе, верно? Каждая собака знает, что они планируют напасть. А некоторые даже знают, когда именно. Черт, они ведь уже послали людей захватить порт какао и взять в плен дочурку нашего президента. Но вы, как ее дружечки, наверняка в курсе. Где президент? Было бы это в наше время, мы бы с Дрыгом уже сто раз высадили этого додика. Аванс, судбаксовский, к 30%, если живым приводить не обязательно. Но теперь придется вам самим его вытаскивать. Боевики Легиона держат его в лагере майора. В такую даль мы с Дрыгом не потащимся. Где база майора? Чувак давно уже этого не скрывает, прям как специально, честное слово. На болотах она в... Кам-дю-крокодиль. Только б я не торопился туда соваться. Реально, это мега-крутый чел. И над кем ты подшучиваешь? Да все больше над Дрыгом. Безобидные такие розыгрыши. У бедняги в голове каша полная. Ему что, 20 лет назад, что вчера все одно? Хотите знать, какой я следующий розыгрыш задумал? У Дрыга там на стене висит роскошный дробовик. Мамке его принадлежит легендарный мамаши Бакстер. Самому-то ему он ни к чему. Дрыг про него, небось, и помнить забыл. Если поможете мне сделать так, чтобы он сам его мне отдал, может, продам его потом вам. Вы с Дрыгом разве не друзья? Еще какие, но он даун. Мало ли что выкинет. С этим дробовиком мне все время за ним приглядывать приходится. Если у него не будет под рукой этой пушки, я намного спокойнее вздохнул. По мне, лучше он его лишится и чуток поплачет, чем думает однажды, не разрядив, почистить или еще что. К тому же он, небось, на завтра об этом даже и не вспомнит. Мамаша Бакстер. Когда мы были охотниками за головами, бар этот принадлежал Дрыговой мамке. Крутая была тетка. Слыхали, наверное, шутку. Заходит как-то грабитель в бар Мага, и больше уже не ходит. Ее лет пять уже как нет. Была большая перестрелка, она словила пулю. Банда ее, кофейные бобы. После того вся разбежалась. Кофейные бобы? Кучка старушек, которых лучше не злить. Было время, когда они с мамашей Бакстера ужас тут на всех на водилищ. Так, теперь считай, живые символы этого города. Что ты задумал? Дрыг, он чисто как дитя. Даром, что урод. Зайди сама мамаша Бакстера в бар и попроси его отдать ей дробовик. Это тупица подвоха и не почует. Даром, что она уже шестой год как померла. Я могу выдать себя за нее. Нужно только нарядиться, как она. Вон она на фото. Видите, какой причесон? Этот парик рыжий. Модная в те времена была фишка. Сейчас фиг, где найдешь. Где нам найти этот парик? Ну, можете поспрашивать у продавцов мусора. Есть еще эта шизанутая баронесса, чего-то там на помойке. Уверен, она тоже в парике расхаживает, потому что прическа ее один в один, как у мамаши Бакстера. Правда, она скорее умрет, чем вам его отдаст. Так. Берегите голову. Здорово, мне тут в голову пришло и вышло. Ну-ка, бросить коси, мне просто интересно, как это работает. О, ну надо же, у тебя 5,4, а у меня жалкие 2 очка. Не везет мне сегодня. Вот тебе, похоже, фартит. Может, поднимем ставки? О, можно... Он специально, короче, наверное, завлекает. Он специально завлекает, чтобы меня по-крупному уделать. Йоу, хотите на чистоту? Иногда я завидую Дрыгу. Он нашел любимое у меня дело в жизни. Протирать стакан, наливать пиво, брать с людей деньги. Это мы все обычно стремимся к чему-то большему. Не умеем наслажаться тем, что есть. Так, ставить 100 баксов. Твои четверки бьют моих. Черт, везет я сегодня. Поднимем еще ставки. Да-да-да, он разводил. Он, короче, специально это так, эти... Наперсточники дают специально выигрывать лохам, Жестко их... Которые вовремя не останавливаются. А как ты узнаешь, когда остановится? А проиграешь, заходишь, это грац и так далее, да. Ну, для тех, кто не знает, на улицах. Раньше особенно было популярно. Наперсточники сидели. Типа, там, три, допустим, стаканчика таких пластиковых ворочали. И тебе надо было угадать, в каком из них там что-то лежит. И они давали-давали выигрывать, а потом бац. Вообще тебя жестко разоряли. Как дела, чувачки, я тут думаю смеете образ. Буду говорить всем, что я чемпион мира по русской рулетке. Ну-ка, 200 баксов. Да чтоб мне башку прострелили, я опять проиграл. Так. Как дела, игроки, зацените. Та самая пуль, что мне в голову угодила. Ношу ее как талисман. Что нас не убивает, делает нас крепче. Ну-ка. Да чтоб мне башку прострелили, я опять проиграл. Да ладно, а че я выигрываю-то? Похоже, на этот раз удача на моей стороне. Сыграем еще раз. Так, интересно. Я вроде в плюс реально выхожу. Ну-ка, у меня 38 тысяч. Сейчас я с ним попробую поиграть побольше. Да, без отгрузок тут никак. В минусал ходишь. Так, ну-ка. Бабуся. Куани. Дайте мне с бабусью Куани поговорить. Вы кто еще за хуй? С бугра. И че вам от меня надыть? Мы наемники. Мы свои. Пошла на... Ну-ка, я просто забываю приколу. Пошла на... А, интеллигенты, значит. Ну тогда мы с вами поладим. Получим плюс 5 к рояльности. Отпределение порт какао. Задействована черта психопат. Плей. Блин. Я тогда оставлю так. Капец. Ты кто? Я бабусью Куани. Меня тут все знают. До мной, когда я в кофейных бобах, была детей непослушных кукугаля. Кофейные бобы. Самая крутая банда в Йентей жопе мира. Мы в баре Мага зависали. Его тады Мамаша Бакстер держала. Суровая была бабенка. У кашей этих чуть что раком ставила. Теперь она чертельно на том свете строит. А баром ее сынок не до умок заправляет. Вы продаете оружие? Нет, блин. Просто показываю. Красивые, конечно, продаю. Кумеколку-то включи. Да я шучу, шучу. Глядите, выбирайте, что нравится. Только боевикам легионовским не перепродавайте, лады. Вы не продаете оружие боевикам? Нет, пущайте странные мародеры, насильники из пальца шмаляют. Им, гадам, только пули. Ну уж. Их-то за бесплатно, если сечете к чему я. Ну что делать, думаете, с Йентой их ночью Н? Мне что? Отдадите Майдоки гребаному легиону. Ночь Н? Тьфу, да у нас в городе последняя собака, и то по Йенту их операцию слыхала. Бандюганы-то трепются направо и налево, туда их налево. Они со дня на день собираются напасть на нас всей своей кодлой. Вот гляньте, я Йенту дату ночи Н даже в календаре ввела. Кофейные бабы помогут нам? Я бы с радостью тряхнула стариной, но мы с девчонками не то, чтобы дружно расстались. Ежели я сама пойду к малышке Вилл, Микайли, Дикой Маг, где старухи Винни, это уж не говоря о стукнутой Ханне, они же мне башку снесут. Может вы, Йентих старых хрычевок, уговорите помочь с легионам? Если они согласны, пущай приходят побазарить. Так и быть первой стрелять не буду. То есть, до свидания. Так, членов банды, доки, кофейные бомбы. Можно убедить собраться снова, чтобы защитить доки порт какао. Ого. Как мне оружие купить? Он на это что ли в херню нажать? А, купить модифицированный фау. Ну нафиг он мне нужен. Вот поэтому война не женское занятие, вечно высадит своей логикой. Так, если боевики легиона планируют отбить доки ночью, как они в темноте узнают, кто свой, а кто чужой? Думать надо, женщина. Фонарики возьмут. Но, разве так, в них тогда не проще будет попасть? Да, но защитники-то тоже с фонариками. В них тоже попасть будет расплюнуть. Зачем тогда вообще нападать ночью? Потому что только дурак назовет дневную операцию ночью Н. Модифицированная РПК. Купить три осколочно-фугасные гранаты. Купить тяжелую броню. Я просто хочу затестить, что за тяжелая броня. А, вот это вот, тяжелая броня. Части тела, руки, торс, громоздкая, нет бесплатного перемещения. Части тела, торс, громоздкая, нет бесплатного перемещения. Короче, это тяжелый жилет, а это именно тяжелая броня. Тяжелая броня лучше, как я понимаю. А, видимо, другую позже можно будет купить. Не подай. Эту я тоже кому-нибудь отдам. Так сказать. Не пропадать же, Бобру. Ну-ка, дикая Магда. Жопа вас всех, бабуси, весь этот сраный город. Как помочь воссоединиться? Ладно, ладно, так и быть, уломали вашу налево. Пойду потолкую с бабусей. Так. Магда согласна сражаться. И что там было написано? Так, теперь потрошительницу. Е-е-е, тихо-тихо! Ты что так машешь? Ты что думаешь, сопли распускаешь? Подумаешь, царапина. Ёпта, она меня... Значит, бабусь и хочет, чтобы я покрошил сопляков из легиона, только за... Стерва. Вы прикиньте, как она мне по этой дала. Ну, хотя бы, ладно, согласилась. Но они вообще шизанутые. У нее какие-то бивни, блин. У нее бивни, реально. Смотри, вот сумасшедшая. Так, вот еще бабушка. Что-то мне хреново, видать, помирать уже пора. Вы не прошли проверку, не знаю. Протянулись до вечера, чью смерть у меня пришла. Вы не прошли проверку медицину. А, медицину, ну-ка, может, вот он? Вы не прошли... Да, господи. А, вот мой Ларри, давай. Вы прошли проверку. Шта, я еще не умираю. Тогда чего мы ждем? Айда, на сходку. Уходит, а меня не побило. Короче, видимо, к каждой бабке нужен свой подход. Что, они тут собираются? Как-то по-особому у меня отбивать этот сектор, ну-ка. Бабуся меня только затем зовет, чтобы посмеяться над моим ростом. Вы не прошли проверку... А, прошли. Друзья не всегда ведут себя так, как нам бы того хотелось, но они наши друзья, и не нуждаются в нас. Да, видать, вы правы. Кофейные бобы перед разборкой не очкуют. Пойду с бабусей перетру. Все, я всех увидел. Пятого сентября они придут штурмовать, там Легион сказано, поэтому квест, значит, у меня еще пять дней примерно. А, нет, вот еще стукнутая Ханна. Шта, говори громче, пока я тебя нахрен не взорвала. Вы прошли проверку на ногу взрывчаткой. Тише ты. Тут кругом плюшевые медвежата, они ненавидят взрывчатку. Эта бабуся вам сказала, что я люблю взрывчатку, да? Вообще она душка. Ладно, побалакую с ней. Ну, это-то серьезно, она вон одета, блин. Как военка. Вон бабки все собрались, смотри. Винни, я думала, ты уже конькет бросила с сэндвичем подавилась. Я еще не умерла, но спина скоро доконает. Скорее бы уже и этот легион пожаловал. Погляжу хоть еще разок на наших девчонок в деле, а. Кофейные бабы помогут нам? Так, ну все, я их уже уломал. Поградящий парик, можно идти в лавке старевчика всех 3 Л-8 или на голове баронессы на помойке Л-8, Л-9. Ну-ка. А, это другие локации, соседние. Ну-ка, поговорим с Дрыгом. Аналогично, мужик, но рано или поздно кто-нибудь нас раскусит. Во-во, возмустительно, даже старина Тед считает, что эти медведи уже в конец взорвались. Тут еще противогазы на стол. Писмейкер еще один, да ну. А дробовик там показан, ну вот до него можно дотянуться, но, наверное, вряд ли я его сейчас возьму так спокойно, иначе бы квеста не было. Витринник рассудится переделанный под заказ дробовика. Укрась, мужик, за кого ты меня принимаешь? Я просто проверяю в порядке, ли он. Ха-ха. Да, он не дает. Не, нереально. Полчиня дорого стоит, капец. Попробую, может я кого-то успею подготовить. А, нет, не успею, написано. Атака с аванпоста. А с какого? А, нет, это другое. Подожди, нет, время-то еще есть, может я и успею. Да. Продлил на 7 дней, денег вообще нема. Так, вот здесь очень красиво красуются какие-то с алмазом, значок белые акулы, может их это того. Да, у них груз с алмазами. Штаны. Вики прокачалась, блин, еще больше сейчас будет бабла требовать. Ну, даже вот этот вот эффект паники, типа, паника это впавший в панику персонаж бежит от источника угрозы. А мне это не нужно, потому что враги будут от меня бежать, нафига, мне надо набрать, чтобы они бежали на пулеметчика. Ладно, возьму воодушевление. Спасите! Вы смотрите, кого я нашел. Крокодилы, охереть. Смотри, две какие падлы. Блин. Надо их замочить, не просто так же они, это так, так показано. Сейчас я приготовлюсь как следует. Они-нибудь жесткие. Так, начнем с того, что поближе. У них броня, типа, хер их пробьешь еще. О, не, ваншотнул. Так. Даже с одной пулеметной очереди не снесся. Так, со второй тоже нет. Еще. Все, готов. Ну-ка, в них чем-то есть? Какая-то коряга. Ничего такого, чтобы особенного прям. Поехали, ребята. Да? Сэр. Ну, это было интересно. Интересный опыт, так сказать. Я как эти охотники фоткаюсь. Так, посмотрим, что за сектор Л-9. Кстати, в нем вообще никакие операции невозможно. Интересно. А, это помойка, что ли? Свалка? Я знаю твои намерения, Андре. Ты хочешь занять мое место и получить власть над мусором? Нет, мои намерения чисты. А вот ты, старая крага, продла нас всех. Ла Ледион. Я баронесса, я выбираю союзников, а твое дело исполнять мою волю. Но знай, политика бренна, а мусор вечен. Аджан не мог бы превратиться в рай, если бы его правители оторвали глаза от мусора. Он для тебя важнее собственного народа. Ты преклонишь колено передо мной, или я буду вынуждена тебя казнить. Ни за что, твоя власть окончена. И разошлись. Сколько тут непонятно кого. Помойный аристократ, помойный аристократ, охренеть. Помойка. Две группировки ведут здесь борьбу за власть. Так. Ноу Леджио. Они, похоже, Легион не любят. Даже отливают на него. Кто-то всерьез заботился тем, чтобы очистить помойку от боевиков Легиона. А, эти Легионы из Легиона... Эти, идет из Легиона, думают, что просто так могут захватить Доки. Как бы не так. Вы ведь уже придумали, как сорвать ночь им, да? Рыбак Ицади. Доброе утро. Сейчас не утро. Где-то в мире сейчас непременно утро. Это так красиво, мужик. Ты кто? Ицади рыбак. Ицади вылавливает мусор. Вот и замечательно. Свалка должно быть одно из самых моих любимых мест. Научи нас рыбалке. Ицади продаст мусор, тебе мусор хватит на день. Ицади научит рыбалку, и тебе мусор хватит на жизнь. Ты больше не покупаешь мусор за деньги. Нет, Ицади не научит рыбалку никогда. На помойке сейчас война. Это плохо для бизнеса. Скажи им вот что. Делайте мусор, а не войну. Мусор должен течь. Ицади осуждает конфликт между баронессой и грязной манре. Смотри, а там у них что, петушиные бои? Мой петушок больше, чем у всех остальных. Я там, кстати, три боевых стимулятора нашел. В этом году мусор уродился на славу. О, поставить на курицу один, поставить на курицу два. И сколько за это дойдут? Ну-ка, я сохранился. Я хочу сделать. Петушиные бои. Получает сумка с франками одну штуку. Зацените, какой у меня петушок, вам понравится. Так вот. Я выиграл еще одну сумку с франками. Нафига это надо? Так, я не могу поставить еще раз. Ну-ка, на игрока два поставлю, и что будет. Ничего. Я потерял одну сумку с франками, или что? Еще один сигнальный пистоль нашел. Зацените, какой у меня петушок, он понравится. Так, тут что-то заминировано. Только чип из полезного. Опа, а это что такое? Керамическая пластина, можно установить бронежилет, улучшенная броня, может поглости больше урон до того, как пластина расколется. Так, ну и что нам тут? А я могу уже их примерять? Вы не прошли проверку на... Кто вы такие, чтобы командовать на им? Мы рыцаря хлама, мы делаем что хотим. Вы не прошли проверку на... Уровень лояльности. Аааа, уровень лояльности здесь, понимаю. Понятно. Надо найти их, этого босса. Грязные анри, ну-ка. Вы те, кто протестает Ла Лиджион, я призываю вас помочь нам свернуть эту угнетательницу. Злую, и тогда мои рыцари помойки присягнут вам верность. Вперед, рыцари, тиранее пойдет. Я не понял. Ааа, то есть мы мочить начинаем. Думаешь, ты все можешь, сейчас увидишь, что могу я. Понятно, если я с ним говорю, то начинается мочилово. Короче, нужно повысить уровень лояльности, видимо, чтобы без крови пройти эту миссию. Наверняка там будут бонусы, если я так ее завершу без этого. Ну-ка, с ней поговорить. Вы, тем мерсенарис, которые хотят восстановить законную власть в Гран-Шиене, помогите мне подавить бунт. Я произведу вас в рыцаре помойки. Вы получите все привилегии, которые я хотела дать Ла Лиджион. Объединимся и сокрушим бунтарей. Да, понятно, тогда она начинает. Короче, я выбираю сторону таким образом. Я думаю, что сложнее примирить всех, так что вот. Так что не будем торопиться. Ух ты, тут еще боевые стремуляторы, охереть. Как я понимаю, тут в процентах написано лояльность, у меня тут типа 20%. Конечно, низкая, понятно. Хорошо, давай тогда... А, я не могу пользоваться ремонтной мастерской в этом секторе. Видимо, то ли из-за низкой лояльности, то ли еще из-за чего-то. В общем, давай пока в этот сектор. Тут всего 8 мудаков. Ого, какая статуя. Может, тут что-то интересное есть? Последнее предупреждение. Прекратите военные действия в моем городе, или я буду вынужден применить против вас экономические меры. Давай, давай, старик. На кое-какую меру ты себе уже набазарил. Я только хочу сказать, что действующие нормы установления предписывают согласовывать проведение военных учений с местными органами самоуправления. Да, заткнись ты уже. О, господи, поаккуратнее с этой штукой. Ее все слышали? В следующий раз целитесь аккуратнее. Ну все, мне придется составить официальную жалобу на ваши действия. Что происходит? Мне надо будет за короткое время им помочь? Или как это вообще? Где враги-то? Они вроде бы отстреляют. Вот, вот это самое. Понятно. В общем, блин, фиг его знает даже. Пребывает подкрепление противника. Нифига себе, тут счетчик пошел. Таймер. Откуда он прибудет-то? Ладно, сейчас разберемся. А, они убили этих самых, понятно. В общем, наверное, можно им помочь как-то обороняться, типа. Допустим, ждите, и здесь поможет. Я полагаю, тут уже стелс не актуален. Ого. Так, господи. Ну, вот сейчас мы посмотрим. Я под пулемет взял. Сектор. Тут, конечно, не больше. А, нет, большая часть этих самых, но не всех я охватил. Но достаточно будет убить некоторых. Пулеметчики тут основное будет. Интересно, сколько тут у них будет. Или нет. Еще вот там вот много. Много ков. Ну, тут очень многих мы. Решаем, как скрыть. Оля. Отлично, сработано, сестренка. Я выпью за твой успех. Стреляйте, гоним тинь, надемте туда, откуда они пришли. Ой, а машинка-то опасно сейчас. Взорвется, блин. С машинками. А что они не догадались? Они использовали машины в качестве живого щита, но они не догадались машины там от бензина избавить. Чтоб они не взрывались. Ой, блин. Охерить, они еще меня тут поджигают. Все, мы здесь вот, где пулеметы вообще всех зачистили. Теперь ходят ополченки, но у них тут подписано, что они новички, так что я особо даже на них не рассчитываю. А, вот один есть ополченец, опытный. Офигеть, 12 урона. А, нет, побольше. Но все равно мало. Снайпер-ополченец, ну, по-моему, даже интересно, насколько. Ёп. Груто. Слушай, прикол в том, что, короче, бомбы самодельные, которые и так вот кидают, обезвреживать. И они кинули как раз где Ларе. А, ехереть, он обезвредил. Вот это да. Это умора. Лен выходит на 10 уровень, офигеть. Юбилей. Тоже возьму, чтобы Лен дух поднимал боевых, потому что он тоже на пулемете. Так, вроде бы это последний мутак. Или нет? Или нет? Или нет? Офигеть, тут, короче, куча тачек взрывается. Так, я его, короче, добил, этим чертой из-за промаха. По-моему, это был последний урожина. Нет, не последний, охренеть, сколько здесь. Я попал с первым уровнем прицеливания, а не ему в голову. Так, это последний? Офигеть, да сколько их тут? Опять вот, все взрывается по цепной реакции. Точно последний. Все, плюс 5 к лояльности. Кстати, очень мало отдают. Эмма находится в порт Кокао Л-8 и ждет, когда вы спасете ее отца. Ох уж от легиона, они ограбили магазинчик. Все, все, что на ажито непосильным трудом, как они могли. Фредерик Ле Фуре, Ларри. Основатель Гранд Шьена. Дар народу Гранд Шьена от жителей Корейской Народной Демократической Республики. Да будут ваши миски вечно полны, а ваша стража не усыпна. Хендер. У вас есть деньги, можете взять мусор? У Ицади есть мусор, если у вас есть деньги. Здоровое питание, одну штуку, или он получает рыжий кудрявый парик. А, так вот где парик. Ага, рыбак Ицади здесь. А-а-а. Ходитесь на здоровье. А-а-а, получает 21 запчасть. А-а-а. Слушай, так это... Неужели вот эту хрень? Да, вот это сумки с франками, как раз, короче, здесь можно обменивать на вот эти вот ништяки. Приветствую, имеются ли у вас деньги? Зачем? Деньги нужно покупать мусор. Тоже у меня новость. Глупец знает, мудрец спросит, вы спросите, я скажу вам, у Фредерика Ле Фуре имеются деньги. Вы забери у него, никто не плачет об Фредерика. Что за деньги? Проверка, как характеристики, интеллект лидирует Вики. Мудрый вопрос. Я Ицади, ищу бумажные деньги и Гранд Шьена. Они хороша для Ицади. Да, у нас есть деньги. Славные Франки, чудесно, теперь вы покупаете лавка раскрыта. Давай, выбирай себе хлам и дай Ицади один сумка деньги, тогда можешь взять свой хлам. Почему ты принимаешь только местные деньги? Ицади не нужна другая деньга, только бумажная деньга Гранд Шьена. У Ицади много мусора, но совсем нет денег. Деньги можно использовать по-всякому. Ваши деньги слабые, за вещь мало деньги дают, а деньги Гранд Шьен сильные. Ицади дают целые сумки деньги за мусор. Зачем тебе деньги? Из деньги Гранд Шьена получается лучшая обоя. Хорошая крепкая обоя, ни вода ее не берет, ни плесень. Люди делают деньги, дают Ицади много полезный мусор, делают Ицади богатым мужчина. Что ты продаешь? У Ицади есть мусор, если у тебя есть деньги. Давай, выбирай себе хлам. Можешь взять свой хлам. Ну, сектор, короче, вроде, ну, такой, средний по размерам, но даже немножко, вроде бы, подлагивает немножко. Типа, тут очень много зданий и мелких объектов. Вот как парик выглядит, рыжий кудрявый парик, 85, баба, ягодка опять. Давай с этим поговорим, разоренному торговцам. Как они могли так со мной поступить? Я даже магазин назвал Ла Лиджиан, чтобы они его не грабили. Назови кто-нибудь магазин моим именем, я бы ни за что его не ограбил. Ага. Штыка тут дофига всего есть. В магазине не осталось ничего, кроме кучи деревянных... О, но, сначала Юн меня ограбит, теперь и вы, пожалуйста, это все, что у меня осталось. Там франки. В общем, куча. Я могу взять 10 штук. И что будет? Минус к репутации. Плюс один к лояльности. Деньги украдены у Фредерни... Ха-ха. Его все ненавидят. Но он жопу лизал Легиона, потому что... Ладно, пригодятся. Так, сейчас будем говорить, кто он там, мэр местный или кто. Спасибо, что помогли решить возникшим между нами и Легионом локальный конфликт. Тем не менее, я должен выразить недовольство вашими методами. Вы вынуждаете меня рассмотреть возможность наложения на вас санкций. Ох, ты уже закрыть свой рот. Так с кем мне разговаривать? Легион не имеет никого права нападать на нас. Спасибо, друзья. Я могу вас так называть. Извините за фамильярность, но я так рада вас видеть. Я так рада, что на этот раз спасли меня вы, а не телохранители Короса. Но вы помогли мне сохранить наше наследие. Сомневаюсь, что им было бы до этого дело. Я надеюсь, что с информацией, которую мне удалось найти, вы сможете спасти моего отца. Что за наследие? Вот этот самый дом, чуть не уничтоженный варварами из Легиона, сыграл важную роль в истории Грандшиена. Именно здесь провозгласил независимость нашей страны. Из-за того, как Легион похитил отца, я пыталась убедить губернатора открыть здесь музей Аджани. Губернатору Лэнг Пенгуэну можно доверять? Он честный, справедливый, ну или как минимум добросердечный. Я знаю, что могу на него рассчитывать. В конце концов, он поддержал моего отца и помог найти деньги, чтобы нанять вас. Музей Аджани? Этот регион богат не только ресурсами. Это подлинная колыбель местной цивилизации. Мне больно видеть, как наши наследия вывозят из страны или разрушают в погоне за алмазами. Если вам попадут какие-нибудь археологические ценности, вы принесете их мне? А, вот те таблички, понятно. Сколько вы готовы платить за сокровища? Ох, я не смогу вам за них платить, поскольку формально музея еще не существует. Я не могу выделить фонды на закупку артефактов, но если хотите, можете сделать доброе дело. Однако я дочь президента, а еще пиар-менеджер и секретарь, так что у меня есть определенное влияние. Увидев, что вы помогаете возрождать честь и достоинство нашей страны, люди станут охотнее идти в ополчение и служить там, где вам нужно. А я позабочусь, чтобы они об этом узнали. Завоевывать умы души местных, да? Неплохая идея. Это поможет на помойке сделать, а может это косвенно поможет и деньгам в перевороте. На выборах отец обещал пересмотреть контракты с иностранными компаниями, в частности с Адонисом, а я так отчаянно хотела спасти его, что поверила, будто Корсон Сантьяго искренне желает нам помочь. Теперь я понимаю, что она использовала и меня, и вас, чтобы вернуть контроль над приисками, а сама в это время договаривалась с реакционными кругами в армии, чтобы свергнуть правительство отца. Если Биф Эпск от вас не обманул, выходит, что Корсо наняла майора, чтобы захватить месторождение алмазов, спровоцировать беспорядки и убедить правительство, что оно нуждается в помощи Адониса. К несчастью, для нее у майора были другие планы. Нам нужны сведения. Хорошее место. Это ужасное место. Мои источники говорят, что там заправляет местная шишка из Легиона, бывший заключенный, который превратил тюрьму в центр торговли рабами. Вы считаете, что мой отец там? Постарайтесь об этом не думать, мисс Лафонтен. Блин, мы найдем вашего отца, где бы он не находился. Хорошее место. Можно проникнуть? Низкий уровень лояльности, блин. Значит, попозже об этом надо поговорить. Майор. Личность майора остается загадкой. Такое чувство, что все про него слышали, но никто не представляет, кто он такой и зачем похитил моего отца. Он появился из ниоткуда и основал так называемый Легион Патриотов. Из того, немного, во что мне удалось узнать, я делаю вывод, что он вообще не из Гранш-Хьена. Перед тем, как похитить отца, он отобрал у Адониса алмазные прииски. Хотя, по-моему, деньги его не интересуют. Он позволяет своим приспешникам тратить их направо и налево. Я не знаю точно, где его искать. Одни говорят про горы, другие про Кам-Хью-Крокодиль в болотах. Полковник Флэшоа. Я поняла, что он что-то замышляет, когда попросил его помочь спасти отца. Он вел себя как последний нахал. Не волнуйтесь, сестренка, мы скоро с ним разберемся. Если вы когда-нибудь решите с ним разобраться, я могу вам помочь. Когда я была на его базе, меня провели туда через эвакуационный тоннель. Вот, я отмечу его на вашей карте на всякий случай. Так, потом насчет сведений. Найдите отца, пока не поздно, и будьте осторожны. Что, девочка, обратилась в АИМ? Ай, молодца, давно я так не зачитывался донесениями о боях. Майор, где мой отец? Что вы с ним сделали? Спокойно, твой старик жив, и все так же не выносим. Глаза мои его не видели. Прошу вас, отпустите его. Что, чтобы ты впустую спустил деньги на этих вот своих наемников? Вот еще, я с нетерпением буду ждать с ними встречи. Так, ну, во-первых, вот эти вот теперь вот здесь будем хранить. Сумки с франками, потому что их нафиг таскать с собой не надо. О, Лен может прочитать книжку, плюс один к здоровью. 2,362, блин, как же мало денег платят, капец. Так, вот это вот, что ли, фигня? Предлагаемый исход победы, 8,17. 5 сентября, 21 час. Вот это? А, нет, без меня, короче, они убивают там всех. И тогда большие штрафы к лояльности. Понятно, да, операция Ночи Н. Ну, посмотрим, что за операция Ночи Н. И что там бабки как себя покажут, потому что они не отображаются на карте. Ополчение, так сказать. Куда они пойдут-то еще? Попробую вот здесь вот встать. О, вот они бабки. А, вот враги, я понял. Надо сюда, короче, здесь разместиться. Очуметь Вилма, и как ты ентих своих культяпках сюда доковляла-то? Ох, договоришься, что у меня бабуся. Так, давай ему парик. Кстати, выполним квест по парику. Я ухотить на чистоту иногда я завидую Дрэгу. Он нашел любимое дело в жизни. Протирать стакан, наливать пиво, брать судьи деньги. Так, мы достали парик. Отлично, осталось только вырядиться, как Дрэгова мамка. Кстати, тут шоу начинается. Грегори, я тебе что говорил насчет игр с оружием? А это что? Это оружие? Мое оружие, Грегори. Ты очень меня достроил. Немедленно отдай пушку маме. И больше никогда с ней не играй. Да уж, получили опыт и пять по лояльности. Видите, говорил же я мозг этого предприятия. Теперь я могу продать вам этот зачетный дробовик. Хо-хо, да бросьте, ребята. Без меня бы вам так ни за что не подфартило. Просто небольшой знак признательности, а? Что если мы расскажем Дрэгу все как есть? Две тысячи он хочет, охерил. Что если мы у тебя его просто заберем? Что если мы расскажем Дрэгу? Не забыли? Мы с ним старые приятели, а он к тому же еще и болван. Ну и кому из нас он поверит больше, а? Так что дудки, еда, поздравляю, цена только что выросла. Три тысячи. Да ты охренел? Козлина. Ну подумаем. Ладно, ладно, я подожду. Если надумаете, я буду здесь. Ничего. Не то, чтобы я устал или у меня просто горло охрипло кое-кого изображать. Что если мы у тебя его просто заберем? Это очень некрасиво с вашей стороны. Я думаю, у партнера партнера друг другу не угрожает. Так что поздравляю, цена только что выросла. Да господи. Мне просто интересно, ладно, две тысячи заплачу. Вот это уже другое дело. Все выигрыши, верно? Наверное, вам понравится из него стрелять. Главное, головы берегите. Усмиритель мамаши, ну-ка. Так, пять к лояльности, опыт тоже получил. Где? Вот это вот у смирителя мамаши. Три по 22 урон. Да, похоже на легендарный дробовик, действительно. Да. Правда, бронепробития нету, но вроде крутой. Хотя, подожди, какой крутой, блин, его модифицировать нельзя. Афирм. А, ну хотя у него 14 патрон, совсем на короткой дистанции, но может пригодится когда. Так, я попробовал в засаде сесть, я надеюсь, они, блин, они сбиваются, да, то есть, зараза. Я не могу, так как я заранее приготовился сесть, их встречать не могу. Но тут преимущество в том, что есть несколько зум-развертываний. В порту это вроде далеко от места стычки. Вот здесь вот неплохо, и вот здесь вот. Надо только подумать, придумать, где лучше. Наверное, самый сок вот здесь вот. Не, либо даже вот здесь вот. Опытный командир на летчиков. За старые добрые, мать их времена. Ну что, подскакали? Что? За кофейных бабок. Блин. Уфек, ядрё, нифе не положу. Так что это плохая идея их засаде оставлять, потому что они потом тоже появляются в режиме лежа. Попробую своих вот сюда вот подвести. Там вообще бабка вот этого, она получается для ближнего боя, блин, ее, мне кажется, разорвут. А с другой стороны, ополченцы сдерживают. Охеренно. Ну да, сильные команды, потому что этих враждан. Ух ты, сразу на контроль поставили. Не, не то. Я, короче, понял. Эти падлы высаживаются рандомно. Не факт, что они высаживаются там, где бабки стоят. Вот на сей раз повезло. Там они высаживаются. Ну, бабки пока что не очень. Там, короче, там из криминального чтива. Она произнесла фразу сто процентов из криминального чтива. А я по-русски не понял, но по-английски это именно так звучит точно. Когда они, короче, в ресторанчике, там двое молодых грабителей грабят ресторанчик. Сто процентов. Которая вот эта фраза, знаменитая, там она во всяких хлиповых еще. Бабок не трожьте, козлы. Точнее, не убивайте хотя бы их. Мне приходится из-за бабок, блин, бежать в полный рост. Да, вот в таких квестах, конечно, молниеносной рефлексой полезно. А целая одна атака позволяет уклониться. Так это я полз бы тихонечко себя. О, блин, да, и вот это вот при промахе еще. Очень полезный скилл. И как раз сработал повышение боевого духа. Сработало тоже круто. Ага, они высадились еще в порту. Надеюсь, ополченцы там хоть задержат их. Ну, ополченцев потерять можно, потом заново просто сделаю. Офигеть, короче, бабка зарезала этого легионера. Прям 105 урона с руки нанесла. А че она разных-то херачит от одного? Ну, не все бабки там эффективные, но какие-то весьма. Да, вот бабки. А вот кого она здесь? Она че? А, вот, отлично. Бабуся, Куаня, давай. Покажи класс, бабуля. Ой. Все, нормально. Благодарю за поддержку спонсоров канала. Блин, выстрелил. Вот, все. Добил, наконец. Так, кажется, здесь всех зачистили. Повезло, короче, два вражины, кажется. Включили контроль. Три даже уже. Но при этом они заштрихованы. То есть им придется или здание разрушать. В общем, они не смогут в первого раза точно, по идее, пробить моих. Ну, вот. Один там промазал. Ну-ка. Ну, как они? Ну, блин, было близко, но пока что не попадают. Из-за заштрихованного хрени. Да, этот зато в своего попал. А, еще вражины с этой стороны зашли. Охренеть. С трех сторон как минимум. Одного, двух ополченцев убили. Трех, трех ополченцев убили. Смотрите и учите сосунки. О. Да, блин. Она не дала этой с мачете его разделать. Кто бабок кровотечения, как бы они не загнулись. О. Я замочил его ответным огнем, короче. Враг по мне промазал. Это круто. Так, ну-ка, опытный командир наем. Я, наверное, Ленона и этих лучше поздно, чем никогда, отправлю бабкам туда. А тут я вдвоем справлюсь этим, мудаками. Ну, бабки, хотя они намного эффективнее, чем ополчение. Так, сейчас пулемета точно захерачу, потому что он, помню, падла, меня взял на контроль. Хотя он так промазал. Все, он кончился. Я слишком стараюсь, чтобы помирать. Мать вашу налево. Кажись, все, последние два вражины остались. Ополченцы кричат за босса, за родину. За нашу родину. Так, все, здесь в порту мы зачистили. Теперь бабки. Бабки должны здесь закончить все дела. Давайте, блин. Сколько можно? Все, бабки победили. Похоже, мы провалили особую задачу, но не такая уж это была и хорошая мысль. А, это дополнительные квесты? Пофигу еще. Аутсорсинг. Защитили сектор с помощью ополчения. Не прибегает автобоя. Все мертвы, если только у меня опять не мерещатся трупы. Охренеть. У меня основной персонаж уровень получил уже я 9 уровня. Но они часто стали, вот эти вот использовали здесь контроль, так что я тоже возьму зону поражения. И как раз когда, мало ли, нарвусь на какого-нибудь босса. Ну что, бабки? Вас похилять? Бабок хиляю. Все, бабок отхилял. Что-нибудь скажут мне бабки? А вы ничего так, молодежь. Так и продолжайте. Может, войдете в историю как помощники кофейных бобов. Всю жизнь мечтал. Чего громче говорить? Трудыть, раструдыть. Лады, возьмем вас в нашу банду, когда чуток подрастете. Один кофейный боб сотни недорослей из легиона стоят. Ну что, смотрели, как я их удаловал-то? Постельки от старости, сдох он, диэнта, дроля, трусов. Кстати, ополченцев тоже можно обыскивать трупы. 51%. 2812. Все равно мало, блин, офигеть. Опа, минус 10 клояности. Горязный Анри мертв и Баронесса мертв. Ахереть, они друг друга перебили? Лол. Во-во-во-во-во-во, че за херня? И там теперь какие-то бандиты, короче, все захватили. Это как это? Ахереть. Короче, игра решила в очередной раз показать свою непредсказуемость. Не то, что одну из двух ты выберешь, но если ты ничего не выберешь, это тоже будет выбором. И это уже совсем другая история. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok